Марина, а как же так случилось, что вы расстроились? Я видела, вы вышли в расстроенных чувствах. Некоторые нюансы, которые... Ну, музыку на финал получилась чуть-чуть другая. Ну, короче, я знаю, почему. Я знаю, что дизайнеры всегда переживают, и, наверное, это тот вариант, когда переживания оправдались. Что-то пошло не так технически, я так понимаю. Ну, не то, что технически, просто так получилось, что вышли легкие недоговоренности. Ну, я так понимаю, уже сейчас. Ну, в принципе, все хорошо. Ребята прошли хорошо, все нормально. Ну, кроме музыки с финалом. Музыка – это ничего не страшного, я считаю. Вы предлагаете комбинировать голубой мех, яркий, искусственный, с голубой помадой. Это такой вот ноу-хау на следующий сезон, правильно? Ну, да. Я, в принципе, люблю яркие губы, когда они подходят к одежде. Мне кажется, губы красить, ну, это очень красиво. Тем более, если девочке подходит. Искусственный мех и вот такие необычные принты, черепа были, какие-то маски необычные. Расскажите о концепции к вашей коллекции. Ну, искусственный мех, тут все очень понятно. Я не использую вообще натуральный мех, кожу в своих коллекциях. Принты я сама рисую. В принципе, все очень просто складывается. Материалы, какими я работаю, это натуральные материалы, за исключением кожи, мехов натуральных и все остальное. То есть хлопок, трикотажи. И я рисую. Я, как бы, можно сказать, духовно к каждой коллекции всегда готова. Мне показалось, что это коллекция унисекс, потому что и мужчины модели были, и девушки с одинаковыми прическами, с одинаковыми заплетениями. Да, это такой вот новый тренд вы предлагаете. Может ли мужчина носить женскую одежду вашу? Мне кажется, мужчины уже очень давно носят женскую одежду, а девушки носят мужскую. Поэтому, мне кажется, тут никакого ноу-хау нет. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи. Ой, аккуратно, пожалуйста. Спасибо, что смотрите бэкстейдж. С вами Лиза Жорник.